Время, когда многие люди отправляются на курорт, чтобы отдохнуть и потратить отложенные на отпуск деньги. Но так поступают в основном горожане. Совсем по-другому к теплым денькам относятся на селе. Здесь это время самого напряженного труда, когда гораздо важнее получить путевку в поле, чем путевку на отдых. Именно поэтому очередного героя, точнее героиню передачи «Человек года» нашей съемочной бригаде пришлось искать в поле. Неожиданным и приятным открытием стал для нас тот факт, что вот этим «железным конем», именуемым МТЗ-82, с прицепленным к нему прессом-подборщиком ПРФ-180, ловко и непринужденно управляет очаровательная женщина Елена Волкова. О том, какое место в ее жизни занимает техника, как относится к своей работе и за что ценит мужской коллектив, нам рассказала тракторист-механизатор коммунального сельскохозяйственного унитарного предприятия «Сутково» Хоникского района Елена Викторовна Волкова. Первые свои права я получила в 1984 году на мотоцикл. Мотоцикл купила, ну это ладно. В 1985 я уже получила на трактор и на машину на категорию «С». И потом пересдала на категорию «Б». У меня есть три категории, короче. У меня есть свой автомобиль, у меня есть свой мотоцикл. На всем я езжу, на трактор я езжу. Родилась Елена Волкова в России, в простой крестьянской семье. До 27-летнего возраста жила в деревне в 40 километрах от Питера, пока не распался совхоз, в котором работала ее семья. В то время в Белоруссии, в поселке Сутково Хоникского района, жила и хорошая знакомая, которая советовала переехать. Мол, будет жилье и постоянная работа. Семья Волковых так и сделала. В 93-м году у них началась новая жизнь. Другая страна, новая работа. Елена Викторовна всегда хотела быть шофером. Более того, с детства она просто мечтала крутить баранку. У меня была болезнь, я считала, что я буду шофером. В мотоцикле я летала у нее. Первое, что у меня было, это мотоцикл, ЧЗ. Я говорю, мама, я пойду учиться, она без проблем даже. Она меня никогда не отговаривала. Хочет дочка, значит, все, иди учись. Спасибо ей. Все не отговорила. В России Елена Волкова работала водителем автомобиля. Думала, что так будет и в Беларуси. Но ситуация изменилась. Я Николай Иванович Саченко у нас был директором. В районе у нас был. Он меня уговорил, я вообще хотел на машине работать. Он говорит, Лена, садись на трактор, все время будет работа у тебя. И зимой, и летом. Ну, вот так вот я и прижилась, короче, и осталась. С каждой новой минутой общения с Еленой Викторовной становилось понятно. Она не просто прижилась. Она приросла к этой земле, к этим людям и, вне всякого сомнения, к этой работе. Люблю я свою работу. Хоть она и тяжелая, говорится, и не женская работа, но я люблю ее. Люблю. Люблю прессовать. Вот мне нравится, как мне тюк вывалит, это выпадет красивый. Да. Как картошку вот я посадила, она растет. Потом как копаю ее, сколько картошки наросло. Мне все равно нравится это. И сеялка, сколько раз я сеяла. Посмотришь, поля зеленые, красиво. Красота. Вот такая она, философия счастья от Елены Волковой. Нужно просто любить то, чем занимаешься. Замечать прекрасное в обычных повседневных вещах. Утром встал, помылся, побрелся, кофе попил и на работу пошел. Все, пришел, трактор осмотрел, пошел на наряд, получил наряд. Пучевку в жизнь заправился и поехал в поле. И так каждый день. Пожалуй, все герои нашей программы с любовью отзываются о своей профессии, менять которую им не хотелось бы. Но чтобы кто-то говорил так живо, правдиво и безапелляционно, как Елена Волкова, не припоминается. Елена Викторовна простой тракторист-механизатор. Говоря о своей работе, она не ищет высокопарных слов. Говорит просто, а главное – от души. Это мое. Мое это. Всю жизнь меня тянуло к технике. Всю жизнь мне это все нравилось. Технику я люблю, уважаю. Берегу ее всегда. Потому что я знаю, что она меня кормит. Это мой хлеб. Я вот иногда думала, думаю, поставь меня дояркой. Я же корову боюсь. Вот этого железного коня не боюсь. Все, не боюсь железяк этих, ничего. А корову боюсь. Никогда в жизни не пошла бы на другую работу. Елена Викторовна – это ответственный работник. Вот какую работу я не поручу, я всегда выполняю с чувством совести, говорится, и с ответственностью. Вот даже бывает, есть такая работа, что как бы мужчины могут сделать так, спустя рукава, а вот Елена Викторовна, она с душой относится к работе. Елена Викторовна ценит доверие, поэтому и старается все выполнять добросовестно. Как говорит, со чувством, с толком, с расстановкой. А еще он оценит свой коллектив. К слову, исключительно мужской. Говорит, что он дружный и надежный. Что-то на поле случится, вот сломается что-то. Они все собираются, все помогут. Всегда. Никто будет там работать себе и не подъедет никогда. Не обратить внимания. Нет. Они дружные, молодцы у нас мужчины. Хорошие. Можно положиться на них. Около 50 механизаторов Ксуп Суткова одну единственную женщину в своем коллективе действительно не обижают. Более того, они признаются, что работает Елена Викторовна. Ничуть не хуже их. Часто даже лидирует. В данный момент она занята на прессовании соломы. Задействовано 4 пресса рулонных. И в данном экипаже она является зеневой. Как бы старшей. Над мужиками. Ну а так, как человек, она и пошутить, и поговорить. Как-то незаметно дети выросли с этой работы. Мама мне помогала. Конечно. Большое огромное ей спасибо. Ну надо же тоже было кому-то кормить семью. Не только мужиков. Надо и на себя как-то надеяться тоже. Правильно? У Елены Волковой трое детей. Старший сын Александр и дочь Дарья родились еще в России. Младший Павел появился на свет уже в Сутково. Они выросли. Теперь у них уже свои дети. А Елена Волкова – бабушка двух внуков от старшего сына Александра и двух внучек от дочери Дарьи. Алина и Милана хоть и живут с бабушкой в одной деревне, но видят ее не часто. Такой же она у них занятой человек. Они рады ей всегда и ждут с нетерпением. У меня обычный простой человек, работящий, которая всю жизнь думала только о работе, общительная, быстро находит общий язык со всеми людьми, наверное. Я считаю, это очень тяжелый труд для женщины. Ну, как говорится, она сама выбрала себе такую работу и значит ей нравится. Я пожелаю ей здоровья, потому что работа тяжелая, без здоровья здесь никак, чтобы она всегда оставалась такой веселой, общительной. Побольше времени уделяла нам, своим внукам, детям терпение и удачу по жизни. Для Елены Волковой, как и для любой женщины, главное – это здоровье близких. Ну и, конечно, чтобы был исправен ее друг, помощник и кормилец МТЗ-82, на котором, будем надеяться, она проработает еще не один год. Я с картошкой буду копать, я вам жду дождя. Сейчас копать это шпылище будет, окажется, не будет видно и трактор. Но мы не плачем, мы привыкли. Понаблюдав за работой Елены Волковой в поле и пообщавшись с ней, мы поняли, что она настоящая труженица. Наверное, поэтому наша беседа с ней была недолгой. На вопрос, что еще интересного мы о вас не выяснили, дала простой ответ. По итогам работы в 2015 году решением Гомельского облсполкома тракторист-механизатор коммунального сельскохозяйственного унитарного предприятия Сутково Хоникского района Елена Волкова признана Человеком Года. Она одержала победу в номинации «Открытие». МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Редактор субтитров А.Семкин